Музыка Когда мне было 6 лет, меня первый раз привезли в город Муром. Через несколько дней мне исполнилось 29, и я, можно так сказать, что провел здесь всю свою осознанную жизнь. Детство, юность. Здесь живут мои родители, здесь растет моя дочь. Мне очень приятно наблюдать развитие города, как он развивается, и я не наплевательски к нему отношусь. Мы находимся на территории Спасо-Преображенского монастыря. Спасо-Преображенского монастыря – это поистине место силы. Сюда каждый год съезжаются тысячи паломников со всей России, да и не только России. Чтобы познакомиться с историей города, приложиться к муромским святым. И телья Муромца, и святых Петра и Февронию знают не только в пределах Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. День семьи любви и верности. Праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князей Петра и его жены Февронию. Отмечается в городе Муром. Мне очень не хочется произносить это слово, такое как показуха, но на мой взгляд, вот именно вот так вот выглядит показуха. Вот этому плакату явно не один год. И тот праздник, который здесь празднуют в Муроме, День семьи любви и верности, и те деньги, которые на него выделяются, неужели не хватает ресурса, чтобы хотя бы каждый год вот это обветшалое здание закрывать новым плакатом. Ну хотя бы новым, хотя бы каждый год. А еще знаете, что такое показуха? Показуха это когда один раз в год, 8 июля, огромные дорогущие кортежи приезжают на 20 минут, чтобы своим присутствием потешить свое тщеславие, посидеть там на набережной и рассказать, как здесь все круто, хорошо. Но потом они уезжают, а заборы вот такие вот, ветхое жилье здесь остается. И плакат, который поздравляет нас с Днем семьи, любви и верности. Какой слоган можно сюда придумать? Площадь труда бурьяном заросла. Площадь труда. Это же ведь площадь труда? Вот, да. Площадь труда, вот. Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам. Это цитата Нельсона Манделлы, но я с ней не согласен. Я не согласен с этой цитатой, потому что я не хочу возвращаться туда, где я вижу заброшенную школу, которая когда-то функционировала, которая сейчас закрыта плакатом, чтобы просто не показывать эту разруху. Но каждый год 8 июля сюда приезжают дорогущие кортежи и помпезно празднуется День семьи, любви и верности. Вот так вот выглядит фасад здания, школы, и возникают вопросы. При нехватке школ, почему-то у нас есть помещение, которое можно облагородить, но на это не хватает средств. Хватает средств только на поправки в Конституцию. А это, кстати, центр города. Облагорожено, красиво, с еще не потрескавшейся плиткой. Но мы знаем, кто с плиткой сможет помочь городу. Наверное, это здание когда-нибудь станет именно таким, каким оно изображено на этом плакате. И там, конечно же, нас с вами поздравляют с Днем семьи, любви и верности. Если День семьи, любви и верности ассоциируется вот с этим фальшем, то я отказываюсь в этом принимать участие и как-то быть причастным к Дню семьи, любви и верности. В любом случае, любовь всегда в сердце. И тот фальш, который нам пытаются толкать с помощью вот этих плакатов и, как это сказать, обвешивания этих разрушенных фасадов, говорит, в принципе, о многом. Вот оно, окно в светлое будущее. Ну, это фальшивое окно в светлое будущее. И будущего там никакого нет. Правда? Если посмотреть на какой фасад здания прикрепили этот плакат и еще прочитать название, что семья — это единство помыслов и дел, то, наверное, так и есть. Администрация города Муром совместно с Фондом социально-культурных инициатив приняла решение не проводить в этом году в День семьи, любви и верности, большой праздник и концерт на набережной. Однако, небольшие праздничные акции на улице будут все же происходить. Мы сняли это видео для того, чтобы обратить внимание местных, региональных и федеральных властей. На те бреши, которые существуют в городе, которые являются столицей праздника Дня семьи, любви и верности. И при выделяемых бюджетах мы сами видим результат в этом фильме. Пока мы снимали это видео для вас, журналисты программы «Вести недели» «Россия-1» побывали в городской больнице города Муром в ковидном отделении. На все отделение всего лишь два реаниматолога. Места забиты до отказа. Компьютерной томограммы нет, аппарат просто сломан. На весь город всего лишь два пульмонолога. И может быть стоит об этом позаботиться, о здоровье своих граждан, чем думать о том, как же отпраздновать День семьи, любви и верности. Смотрите, как здорово действительно по-летнему, действительно можно ведь поддерживать красоту, культуру, как красиво написано слово «Муром». Я не понимаю, зачем фасады зданий в ветхих и устарелых обклеивают этими помпезными плакатами с надписью «День семьи, любви и верности», с ромашкой. Если это можно просто реконструировать, сделать более красивым, более эстетичным. Чтобы вы понимали, мы подсняли этот маленький фильм не для того, чтобы собрать кучу негатива. Просто есть места, которые не хотят показывать и завешивают этими плакатами, причем старыми, и это смотрится очень убого, некрасиво. И все все понимают. Это, наверное, и называется показуха. И вот чтобы меньше было такой показухи, мы сняли этот видос. Город Муром является действительно маленьким, красивым и уютным городком. Мы надеемся, что к следующему году жители этого города избавят от плохих дорог, от этого ветхого жилья, от этих безумно некрасивых порванных плакатов. И на месте этих плакатов будут стоять облагороженные, достойные здания. А самое главное, отремонтируют аппарат КТ, компьютерной томографии и займутся вопросом здравоохранения граждан. Субтитры создавал DimaTorzok